всем большой привет добро пожаловать на мой канал меня зовут юлия а мы сегодня продолжаем работы на участке вечер сейчас уже девятый час мы хотим покосить у нас закончилась леска мы один раз покупали вот у нас вот такой вариант заехали в строительный магазин вот эту будем брать 74 рубля 2 и 4 миллиметра 12 метров вообще конечно здесь выбор большой все подходят смотрю тоже лески выбирают мы вот эту берем а мы приехали на участок хочу показать вот перчатки с фикс прайса после стирки кто-то мне написал что после стирки все вот это нейтриловое покрытие полностью сошло у меня перчатки были грязные я ими вот металл трогал они прям черные знаете такие были я их постирала вот у меня две пары были в использовании вроде как ничего с ними не случилось как новенькие единственное здесь вот где большой палец вот видите какие-то трещинка но может быть и было здесь вот то есть я вот не смотрела до стирки было это или не было а так вот они хорошие видите в общем-то как новые один дефект я нашла но возможно это не от стирки а именно вот какие-то я работы выполняла поэтому они так я конечно же рекомендую хорошие поменяли мы леску вот натянули говорят мы прочитали полтора-два метра нужно отмотать и вот мы все соединили и подсоединили у нас еще есть диск продавался он в комплекте это если например толстый тот же борщевик мы сейчас либо этим либо этим будем делать завели мы мото-пасу вот первый раз диском попробуем этот диск уже пришел в комплекте до этого мы все с леской делали нам пока этот способ не подошел вот пару секунд попробовали наверное должна быть ровная поверхность не получается касаемся земли либо мы не умеем поэтому снимаем этот диск мало ли что и решили что вот леску пока муж косит я хочу еще раз рискнуть а пособирать траву которая высохла Просто в прошлый раз мы просто убежали Меня так за лицо покусали Спасибо всем, кто посоветовал Вот эту сеточку со шляпой В рыболовном У нас рядом магазина такого нет Я заказала на Озоне Завтра мы получаем 2 штучки А 2 где-то за 280-290 Ну а пока я вот Копти, капюшон сейчас Надену и попробую пособирать траву Вот она старая трава Видите, которую мы скашивали Я ее так прохожу По участку собираю, формирую кучи А потом эти кучи Большие кучи собираю Я сейчас покажу Я не люблю, когда такой беспорядок Хочу, чтобы чистенько было В прошлый раз я тут все собирала Вот, видите, формирую кучку Здесь у меня такая небольшая Потом вот эти виллы Так удобно действительно посоветовали Раньше я ограбли и рукой переносила Здесь у меня, видите, большая куча сформировалась Можно будет уже переносить Вот сейчас под вереву Кстати, вот на веревке Прям такого не было Как будто бы кто-то разворошил Постоянно у нас какие-то без нас изменения То одно, то второе Сейчас мы пособираем Попустим и я еще расскажу Про профнастил Обещала рассказать Что тут мы надумали Пока поработаем В комментариях спросили меня Про борщевик На какой стадии Я хочу показать, что вот у нас Борщевик прекратил рост Он вот в таком состоянии Стоит уже Ну давненько стоит Две-три месяца Вот сколько мы его назад травили давно А если посмотреть на соседский участок А помните, я показывала, что здесь косили Снова все заросло, обросло Цветет Мы бегали-бегали с лопатой Сбивали эти бутоны Но так как мы тоже работаем Приезжаем не каждый день Но следить мы можем Все, видите, цветет Я думаю, что нужно снова пробежать с лопатой Позбивать Аккуратненько хотя бы повалить И с обратной стороны С другой стороны участка Там есть хозяева Но они не приезжают Ничего с борщевиком не делают Поэтому мы свой покосим Потравили, покосим Но рост он остановил У нас вообще он короткий Вот эти листики Они вроде как небольшие По сравнению с теми Которые на соседних участках Свыше двух метров Вот, видите, он потравился Видно, что он валяется сухой Вот, видите Это вот уже единичные А поэтому, кто спрашивал Вот у нас в таком состоянии А все остальное у нас уже без борщевика Здесь вообще мало его осталось Вроде как эффективно Но все равно он будет расти Я думаю, будем его и травить И посетить Показываю, как получилось Сегодня совсем немножко Мы покосили Потому что в прошлый раз Практически все скосили Нам лески не хватило Поэтому вот как раз таки Борщевик был недокошен Сегодня мы его повалили И трава хорошо сохнет Вот он Ну какой-то тут мелкий Ничего страшного Вот они все, вот эти листья Они все лежа А потом нам нужно бочку уже, наверное, искать Сейчас вот эта жара спадет Когда-нибудь, может быть Потому что, видите, у нас воды нет Хотим бочку на металлоприемнике Бочка там 500-600 рублей Вкопать ее Либо шифер вот посоветовали И траву надо жечь У нас очень много травы Посмотрите, какая гора У меня там в уголочке Это все я И вот это то, что мы накосили Видите, посмотрите Это вообще кошмар Это 10 соток Собрать все вот это Потом Вот она лежит Видите Это в прошлый раз мы покосили И очень много травы Потом вот здесь Такая огромная-огромная куча А мне нужно перетаскивать И получится еще одна такая здравущая Но что-то с мошками Может быть, утром это приходить Отделать Может быть, кто подскажет Эти мошки только вечером Или они всегда Да, потому что пришли Нет мошек Как только копнули Вот я начала граблями собирать Облепили Я уже капюшон Очки надела Вот у меня такие очки Автомобильные В машине взяла Потому что боюсь Еще раз Если за глаза меня укусят А укусили Эти мошки Меня прямо под ресничками Представляете Верхнее веко Под ресничками Ромашечки Поэтому я уже боюсь Будем мы сейчас собираться И сейчас еще расскажу вам Про профнастил Что мы подумали По забору Что мы решили Мы поставили все вертикальные Я вам показывала В предыдущем обзоре Что все вертикальные Мы сделаем Теперь наша задача Сделать горизонтальные Чтобы сделать горизонтальные Нам необходимы отметки Также они по-разному крепятся Мы знаете еще думаем У нас высота Выше двух метров будет Мы не знаем Поперечные надо Две делать Или три Тоже уже смотрели Картинки Фотографии Способы Различные И знаете Так подумали Что по боковым стенкам Вот С одной стороны сбоку И сзади меня Сбоку Мы сделаем Вот эти перекладины Три штуки Потому что у нас ветер Мы еще по ветру Посмотрели Профнастил Если делать Ветер обычно Именно вот В общем вот так Ветер редко бывает В основном исследует Вот так Поэтому мы по боковым Скорее всего Три сделаем Внизу Посередине И повыше По фасаду Мы еще думаем Потому что мы будем Либо тоже профнастил Либо у нас знаете Еще такая идея Купить такие доски Как штакетник деревянный Сделать Ну примерно По 10-12 см Двухметровые То есть Делается перекладина Металлическая Внизу Ну например 10 см Отступается На одном уровне Кстати уровень Мы будем придерживаться Вот калитки Вот видите Здесь вот так И мы Вот этот уровень Завтра приедет мальчик У которого прибор Он уже третий раз К нам будет С этими замерами Приезжать Он нам Точки вот эти вынесет То есть Вот мы отметки сделаем Вот от калитки Вот видите Вот этот уровень У нас будет По всему участку А дальше Следующая перекладина Мы уже будем Рулетка Так мы их вот Наметим По металлу У нас есть Ну как-то Я не знаю Маркером Или как они тут Будут это делать В общем Мы все это замерим И по фасаду Мы либо Сделаем деревянный Штакетник Это двухметровые Это двухметровые Такие палочки Купим И потом их белым Можно покрасить Белой краской Мне кажется Будет красиво Смотреться Это по фасаду Но мы еще думаем Потом мы вот Именно ворота Хотим И вот эту входную группу Может быть нам сделать Поликарбонатом Темно-коричневым Таким вот Поплотнее купить То есть выделить Вот эту входную группу Вроде как Оно чуть-чуть просвечивает Будет солнышко Вроде как И не видно В общем мы еще думаем Может быть поликарбонатом Как это будет смотреться Представляете Такие белые палочки По два метра Штакетник То есть нас вроде как Не должно быть видно И вот на сегодняшний день Мы постоянно Версии меняем Ездим Смотрим У кого-то коричневый У кого-то серый Этот профнастил Мы особо не хотим Выделяться Потому что Как-то я переживаю Вот эти воры И прочее Знаете Вот выделишься Чуть получше Других сделаешь И не дай бог Залезут Палочки Все вот эти Перекладины Будут с внутренней стороны Мне кажется Это более красивее смотрится И еще в плане безопасности Кто-то нам подсказал Что если палочки Все эти перекладины Наружу То по ним Как по лестнице Можно на участок залезть Поэтому все будет внутри И вот на сегодняшний день У нас такая версия Что профнастил белого цвета То есть Белый Картинка белая У нас будет внутри Вот сбоку По задней стенке И с трех сторон Картинка белая Будет внутри И также внутри Мы покрасим Вот эти палки Металлические В коричневый Темно-коричневый Мне кажется Так будет стильно смотреться Потому что Если Выбирать темно-коричневый Мы тоже уже Недавно думали Вчера Еще позавчера Мы думали Что темно-коричневый Внутрь его делать Стороной Будет темно Я уже тоже спрашивала В комментариях Кто как ставит А внутри Они все серые Серый нам Не подходит По стилю Мы как-то не очень серый Цвет любим Либо бежевый Либо белый Такие вот оттенки Поэтому Вот так вот Мы решили Вот с этими перекладинами То есть Низ мы точно Пускаем На уровне калитки Вот эти Мы наверное Сделаем по 2,30 2,20 2,30 Высота И задняя стенка Сейчас покажу Там тоже Мы немножко по-другому Сделаем Вот я отошла По задней стенке Сбоку Вот видите Входная группа наша И Как мы хотим Значит с двух боков Мы хотим по три перекладины Так как вот ветер Всегда ветер Вот сбоку идет То с одного То с другого Фасад мы еще думаем Наверное будем Две перекладины делать Но мы не знаем Чем там закрыть Либо деревянными Вот этими палочками Деревянный штакетник Как бы сделать Либо тоже Профнастил Но если делать белый Он с двух сторон Белый не продается Мы уже спрашивали Как-то видите Получается по-разному Вот эта стенка Соседская Так тут борщик А вот эта стенка Соседская Здесь уже стоят Вот эти столбики Которые не мы устанавливали С лентой И наша задача Мы здесь будем Две перекладины делать Между соседями Не будем В общем один ряд Один ряд Так сейчас я скажу Мы посчитали Что если делать В три ряда То это 60 тысяч Надо этих На 60 тысяч Этих перекладин Купить Если делать В два То 40 В общем каждый ряд 20 тысяч Мы посчитали Вот на наш участок Полностью Один ряд Например весь нижний Сделать Это 20 тысяч Потом весь средний ряд Сделать Это еще 20 тысяч Поэтому мы Чуть-чуть сэкономим У нас около 50 тысяч Представляете Получится На металл Сумма все равно Огромная Но делать нужно Потому что Иначе мы вообще Не сдвинемся Завтра приедет мальчик Я покажу Как мы тут все Перемеряем В общем-то На сегодня все Мы поехали Сегодня видео Такое не очень Интересное Если честно Для себя сняли На память Что мы сегодня Приезжали Ну вам если интересно Посмотрите Поэтому всем Всего доброго Всем всего хорошего Солнышко уже садится Мы поехали Мошки зажрали Завтра на озоне Приходят наши шляпы С сеточкой Покажу обязательно Ну они наверное Вечером уже поступят Мы кстати вечером Как раз таки Будем здесь Перемерять Все Всем всего доброго Всего хорошего До свидания